Всем привет, с вами Игорь. Сегодня будем мерить потери на проводе от этого массива солнечного в дом. Это у меня получается провод где-то метров 27-28, ну так вроде бы и немало, но и немного. Но он там у меня получается алюминиевый, я на нем сэкономил как бы 4 на 2 квадрата. Вот мне там говорили в комментариях, что потери должны быть. Ну сегодня мы посмотрим, мне и самому стало интересно, какие там могут быть потери. Вот, есть ли там они вообще, а если есть, то какие. Итак, сейчас я покажу свой кабель. Вот он, видите, вот такой вот у меня кабель. Тут еще где-то маркировка была, сейчас я ее не вижу. Кстати, мое поле не бьется, вот спокойно берусь за рамку, за металл. Вот, там говорили, что-то бьются панели, я не знаю почему они бьются, у меня не бьются. А, и еще важно в таком измерении, чтобы было у нас солнце. Вот у меня сейчас как раз солнце без туч, никаких тучек вроде бы нет. И чтобы не было ветра, тоже видите, ветра нет почти по листьям. Ну можно сказать, что нет. Это тоже важно, потому что когда налетает порыв ветра, то как бы панельки немного охлаждаются, напряжение повышается. Вот, важно, чтобы не было ветра, чтобы они не охлаждались, вот, такими рывками. И было небо без туч. Итак, сейчас мы померяем напряжение здесь. Вот здесь вот как-то одной рукой надо так приловчиться. Вот у меня контакты мои эти, болтиками скрученные. А вот вольтметр, сейчас я включу. Так, а что он один показывает? Что-то один показывает и все. Странно. Ладно, переключим сейчас. Еще раз. Все равно один вольт показывает. Ну пускай. Оно что так, что так будет показывать, плюс один. Меряем здесь какое напряжение. Сейчас я как-то попробую одной рукой и извратиться, чтобы его здесь померить. Теки-теки-теки-теки-теки-теки. Ну. О! Не контачит. О! 202-203 вольты. Видно, да? Я думаю, 202-203. Так, сейчас мы быстренько бежим в дом и там померяем. Так, вот я в доме возле своих вот метров. И вот этот трекер у меня сейчас работает. Сейчас мы померяем. Кстати, вот этот вот метр, по сравнению с этим, они разные. Поэтому будем мерять. О! Ого! Ничего себе! А тут 195 вольт. Да? Да. Или это уже что-то затенилось. 194, 195, 194. Или уже что-то затенилось. Ну, видите, да? Там было 203-204. Значительное падение. Но сейчас мы опять побежим туда. Посмотрим, какое там. Не может быть, чтобы столько падало. Вот я прибежал опять до своего поля. Сейчас опять будем тут мерить, сколько ж тут покажет. Фу. Так. Это что ты? О! 202. 202 вольта все-таки, да? Ну, это значительные потери, я вам скажу. На моем проводе. О! Вот стабилизировалось. 202 вольта. Ладно, сейчас опять в дом побежим, посмотрим. Вот я опять в доме. Меряем опять здесь. Сколько здесь? Фу, что-то я забегался уже. Так. 100. 193, 194. Кстати, сейчас нагрузка. Сейчас покажу. Нагрузка сейчас идет 2330 ватт на 4-х киловаттный массив. Этот вольтметр, кстати, показывает 196 вольт. Ну, видите, 2338. Так, еще раз. Фу. Так. Да, 194, 195 вольт. Так, ладно, еще раз побежим. Последний раз. Фу. Аж забегался что-то. Так, меряем еще раз тут. Уже для верности несколько раз. Чтобы промерить так. Для надежности. Что у нас тут? Ага, тут немного просело. Так, давай стабилизируйся. 190. Никак не могу сконтактироваться. Ладно, сейчас вот так попробуем. О, 203. Все-таки 203 вольты. Да. Так, это контакт пропал, по-моему, да. Видно, по-моему, было, да. Как же его так сделать-то, а? Вроде бы видно было, но... Да, 203, 204 вольты. Так, еще раз хочу побежать. Да, точно? Что такое? Да, 203, 204. Ладно, сейчас еще раз сгоняем. Так, опять я на месте. Продолжаем измерение. Продолжаем измерение. Фу. И тут у нас 100... Да, давай уже. 197. Да, все-таки просадка есть. И довольно-таки значительная. 197 вольт. Сейчас. При нагрузке 2390. Тут 199 показывает, но мы будем одним мерять уже. Видно, да? 2400 почти ватт. Так, ладненько. Последний раз бегу еще туда. Все. Так, опять я. Возле панелек. Последнее измерение. Ветра нет, солнце светит. Все как положено. Можно сказать, что ничего не меняется. И у нас здесь сейчас... Вот так же само. 204 вольта, видите? Да. Вот как-то так. Фу. Ну вот. Эксперимент показал. Даже интересно получается. Я что-то даже и не ожидал, что будут такие потери. Ну, провод, конечно, да, тонковатый. 4х2 алюминка. Вот. Вот такой вот он, видите? Вот он идет. Почти 30 метров его. И тут 204, 203. А там 196, 197. Это примерно 6-7 вольт падения. Ну, это такое, я вам скажу, значительное падение. Мне это что-то не нравится. Вот. И что с этим делать? Наверное, буду добавлять еще такой же кабель. Такой же. Просто кину его на плюс один целый. И на минус такой же еще. Ну, то есть отдельно будет 2 кабеля идти. Вот. Такие. То есть 2 по 4 на плюс и на минус. Ну, как-то так получается. Ну, если это что-то есть, какие-то советы у вас, то пишите, как уменьшить эти потери. Ну, что я даже и не думал. Ну, я думал, там может какой-то будет вольт падения или полтора. Но, чтобы на 30 метров на таком кабеле при нагрузке 2,300 или 2,400, я уже не помню, киловатта. Ну, это такая нормальная нагрузка для этих панелей. Понятно, что 4 киловатта с них выдавить, там это очень редко, когда будет. Ну, вот где-то 2,5 это средняя их мощность. 2,5 до 3, 3 это уже как бы средний максимум. Ну, 2,5 это нормально. Ну, вот такие вот потери. Вот. Вот как это надо как-то посчитать, это какие потери. Там это, по-моему, умножить надо вот эти вольты потерь на ток, кажется, надо умножить или на что. Ну, пишите, короче, в комментариях, какие-то у меня потери получаются. И советуйте, что же мне сделать. Поставить еще вот такой вот кабель дополнительно. Будет 2 кабеля отдельный на плюс и отдельно на минус. То есть по 2 жилы 2 на 4 алюминиевых. Ну, я думаю, так, самое проще вроде бы получается. Ну, на крыше у меня медный стоит тоже 2 на 4, но там его мало. Там его там что-то метров 8, кажется. Даже и 8, наверное, нет. Ну, мало там его. И он медный, я думаю, там потери будут намного меньше. Ну, вот как-то так получается. Я что-то думал, что будет меньше, потому что я там мерил потери от моего вот метра до электроплитки. Она киловатт тянет, тоже на постоянке работает. Варю еду на постоянке. У меня есть там видео, кто первый раз смотрит, смотрите. Там оставлю я на ссылочку на плейлист. То там были потери, ну, что-то полвольта или вольт, может, потому что... Ну, хотя тоже там 2 на 4 провод был. Может, потому что меньше мощности, меньше длина, я думаю. Вроде так. Ну, пишите, что вы об этом думаете, советуйте. Потому что у меня по этому знаний, как бы, не очень много. По этих потерях, там, расчетах. Вот. Ну, ладно. Вот такой вот, видите, видите, потери. Такие довольно значительные. Ладно. Всем пока. До следующих видео. Продолжение следует...